Если у человека есть особое отношение к искусству, значит оно не покинет его никогда, вне зависимости от того, какую профессию он обретет. Это подтвердила и судьба художницы Марины Бодриной. Получив свое время образование филолога, девушка категорично решила «не мое» и переквалифицировалась в художника. Сегодня Марина Бодрина востребованный мастер. Ее работа интересная, красочная и при этом по-женски милая и добрая. Можно найти столько красивого в обыденных местах, в обыденных вещах, которые мы видим на самом деле каждый день. Те же улицы, дома, мимо которых мы проходим каждый день. Может быть даже памятники, мемориалы, которые нам с детства мы идем их смотреть. Но попробовать взглянуть на них по-другому, почувствовать какой-то другой ритм, какое-то другое движение. Я очень много путешествую и у меня очень много зарисовок из различных городов. И путешествия – это моя любимая тема. Города, потому что они всегда все разные, связаны с характером людей, которые там живут, с какими-то движениями, событиями. На выставке я представляю 35 графических работ. Они посвящены трем городам – Брест, Москва и Санкт-Петербург. Свою первую профессиональную выставку «Места ваших встреч» московская художница открыла в Бресте. Казалось бы, почему? Ответ прост. Дедушка Марины – уроженец Брещины. И сюда она, будучи ребенком, приезжала довольно часто на каникулы. Город над Богом и его жители оставили в детской душе особую теплоту и любовь, которая сегодня отражается в работах автора, в том числе и представленных на выставке. Кроме Бреста, в экспозиции «Мелоуголки Москвы» и Санкт-Петербурга. У меня любительский взгляд на все это, но то, что я вижу, меня, конечно, очень глубоко восхищает. И отдельные работы, они… Ну, смотрите не как на картину, а чувствуете вот ту эмоцию, да, которая конкретная работа передает. И я очень рад, что у меня есть такая сестра, потому что, ну, я считаю, это большое достижение. Я такого мало где видел. Поздравить художницу с открытием выставки пришли близкие коллеги по Перу – горожане. Мероприятие получилось по-своему теплым, даже семейным. Настолько душевной была атмосфера. Открыть для себя творчество Марины Бодриной могут у те, кто по разным причинам не смог побывать на открытии. Напомним, вернисаж располагается в выставочном зале отеля «Эрмитаж» и пробудет там до 10 мая.